Привет подписчикам канала Дневник Рыболова! Сегодня я вам хочу показать такой интересный способ приготовления раков необычный в общем необычный рецепт и необычный способ приготовления так ну начнем потихоньку они у меня целый день прожили в аквариуме специально с кислородом очистились теперь под проточную воду под скважину смотрим дальше как всегда свежая зелень петрушка есть зеленый лук а готовить мы будем на костре под названием свеча удобно на природе в общем три перенечка ставятся в кучу прольем чтобы быстрее растопить жидкостью вот серединку закладываются щепочки в общем разные тоненькие такие вот штуки ждем пока разгорится тем временем подготовим зелень все остальное как мы видим костер свечка у нас разгорелся теперь будем ставить в кастрюлю так ребят а теперь нам основной заливаем воду ставим нашу печку а теперь самый главный момент вот это бутылочка с вином полусладкая белая доливаем делаем раствор один к трем так дальше нам понадобится лавровый лист перец черный молотый лук соль естественно и зелень пучок зелени в основном это укроп должен преобладать так ждем пока закипит вот наша зелень накрываем крышкой идем очень удобно на природе использовать даже эти бревна как печку вообще это самый такой универсальный костер название его это это свеча так ну идем дальше так как мы видим вода закипела в течение буквально пяти минут в общем вино сухое нужно добавлять один к трем не перепутайте с количеством иначе не очень вкусно получится так наши действия как обычно лук перец горошком штучек 6 там по вкусу кто любит лавровый лист лавровый лист под полом вот четко все на месте накрываем пока закипит но я думаю это будет минута так мы вода мгновенно закипела теперь добавляем в рассол 4 столовые ложки соли соли не жалеем это важный момент не переживайте у меня три килограмма их 4 столовые ложки это не страшно возможно еще даже придется немножко даже немножко больше чем чуть-чуть так ждем пока закипит опять знаете не однажды угостились такими раками винею какой-то специфический такой вкус получился необычно такой у нас костерчик интересный как вы видите готовим на природе удобно особенности с ночевкой на рыбалочку будет освещать костер позже горит он долго можно использовать как печь так смотрим вода должна закипеть конечно кипит полным ходом как я и говорил головой вниз загружаем раки так раки загрузили можно накрывать крышкой теперь после момента закипения кипит 15 минут не больше так как там вино немножко немножко быстрее сварится уже закипает вы следите за моментом кипения вот именно как закипает минут 15 и не будут готовы так раки обязательно помешивайте пробуйте рассольчик так мы 15 минут уже вас прошло раки уже готовы вот можно снимать еще один момент рекомендую минимум полчасика им постоять в этом рассоле а если часик это будет вообще высший пилотаж друзья как видите наша свеча на камеру возьму вот можно еще готовить не одно блюдо удобно ночью если вы на рыбалке можете согреться как фонарь можно использовать его на берегу вот так вот выглядит костер свеча так друзья наши раки настоялись красивые можно сказать даже шикарные на вкус пробовал тоже ничего пробуйте экспериментируйте может быть вам понравится именно с вином нет возвращаемся к первому рецепту который я делал вначале вот поэтому подписывайтесь на наш канал всего хорошего друзья пока